Следующая заливка – сетка или градиентная сетка. Очень интересная заливка, но со своими капризами и со своими нюансами. Описывается на 14-й странице. Два способа существует для получения такой сетки. Объект нарисован. Строго однородная заливка должна быть. Иначе, если будет градиент или узор, при работе с сеткой все почернеет. То есть изначально однородную заливку применяем. И первый способ выбора такой сетки – это в меню Object и выбор команды градиентной сетки. Создать градиентную сетку. Create gradient mesh. Градиентную сетку. Здесь сетка получается равномерной. Превью включаю. Колонки, ряды, колонки. Rose – это ряды, column – это колонки. Вы просто создаете сетку с нужным количеством рядов и колонок. Оформление как полотно можно сохранить или со свечением от центра или от краев. Это вот первый способ с равномерной сеткой. Второй способ – вручную. Вручную. С помощью инструмента mesh. Все то же самое. То есть объект имеет однородную заливку. Вы даже можете какую-то форму придать. Например, я сейчас хочу получить грибочек. Шапку делаю. Пожалуйста. Однородная заливка. Fill строго на переднем плане. И вы берете инструмент mesh. И этим инструментом уже сами в нужной точке создаете узел с ближайшими сегментами. Анкор – узел. И сразу же вы этот узел можете закрасить. Допустим, это шапка, грибочка, где слева падает свет, а справа будет тень. Чтобы не было слишком плотной сетки, куда попало, не надо делать щелчков этим инструментом. Лучше делать по той же горизонтальной линии щелчок для получения уже тени. Допустим. Старайтесь создавать легкую сетку. Не плотную. Очень тяжело с плотной сеткой в дальнейшем работать. Создали всего два узла. Дальше работа для нашей белой стрелки. Direct Selection. Перемещайте эти узлы. У каждого узла есть 2-4 сегмента. Также у каждого узла есть 2-4 вот таких антенок. Антенки или управляющие узлы. Мы можем этими управляющими узлами распространять цвет этого узла. Или наоборот сокращать немножко. К сожалению, здесь не работает клавиша Alt для того, чтобы сломать этот угол между антенками. Здесь многое не работает, но сама заливка довольно интересная. То же самое я сейчас с ножкой сделаю. Ножку хочу нарисовать. Пусть будет такой изначально серый цвет. Отправлю на задний план. Инструментом Mesh поставлю сюда узел. Ради света я сделаю более светлый оттенок. И уже внизу получу тень. Редактировать полученные узлы с помощью белой стрелки. Direct Selection. В любом направлении. Редактируете, перемещаете, как вам хочется. Очень много заданий по разделам я вам передала. И можно все это делать, потренироваться максимум. Насколько позволит время. Потому что это очень важно. Иначе не получится того результата, который хотелось бы увидеть. Раздел номер 2. Разные заливки. Разные задания с заливками. Пожалуйста, потренируйтесь. Еще раз все показываю. Стараемся не поворачивать объект изначально. А стараемся все в вертикальном или горизонтальном положении редактировать. Рисую объект. С любой однородной заливкой. Фил на переднем плане. Можно белой стрелочкой изначально придать какую-то форму. Можно белой стрелочкой поработать изначально. Придать какую-то форму. Но не поворачиваем. Это очень важно. Если повернете, очень тяжело будет уже редактировать саму сетку. Пожалуйста. Вот пока так. Потом еще-еще можем редактировать. Свет и тень хочется. Я здесь делала два бананчика с разной сеткой. Вот эта сетка попроще. А у левостороннего бананчика уже поплотнее сетка. Попроще хочется делать сетку. Щелчок инструментом Mesh по любой точке. И мы выбираем другой оттенок. Щелчок по той же горизонтальной линии. Выбираем. Оттенок потемнее. Возьму я на панели Color. Добавлю немножко Black. Если хочется плавный переход увидеть, то вы узлы создаете на приличном расстоянии друг от друга. Если хочется какую-то грань, границу резкую создать, то вы можете рядышком поставить какие-то узлы. Слишком уж получилось насыщенно. Я осветляю некоторые моменты. Yellow увеличу, Black уменьшу и так далее. Можно таким образом получать абсолютно любые переходы. Более резкая граница получилась здесь благодаря тому, что узлы находятся рядом. Работа довольно такая произвольная, ручная. Чуть позже я покажу, как взять материалы из фотографии. Но пока так работает. Значит, свет и тень довольно плавно я получила. Чтобы вытаскивать, вытягивать хвостик, я должна создать еще одну сетку в верхней части. И дальше уже как будто мы начинаем лепить из пластилина какие-то фигуры. Пожалуйста, белой стрелкой работа. Вытягиваем узелки. Верхним узелкам задаем более темный оттенок. Пожалуйста. И так далее. То есть идет уже такая работа творческая. Кому как нравится, кому что хочется делать. Эту часть, нижнюю часть, я сделала абсолютно отдельно. Это можно взять любую фигуру. Любую фигурку. И уже сеткой закрасить такие черно-коричневые цвета. Вы замечаете, что после работы с Mesh исчезает обводка. Если вдруг вы захотите добавить обводку, хотя редко бывает, чтобы к Mesh мы хотели добавить обводку, но все же. Если хотите к объекту с градиентной сеткой добавить обводку, то это можно делать на панели Appearance, Оформление, через меню этой панели. В меню этой панели вы можете выбрать Add New Stroke. Добавить новую обводку. И обводке уже задайте нужный цвет и нужную толщину. Если честно, это довольно редко мы делаем, поэтому я отменю просто это действие. Ctrl-Z. Попробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...